Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Со всех концов России идут тревожные сообщения, что везде похолодание, везде снег, везде... Ну, короче, я готовлю сненчик морозной ночи. Перед тем, как я расскажу, как я сохраняю, когда отключается электричество... А, еще хочу сказать, у многих отключили электричество, и в этом случае не поможет уже ни обогреватель, ни литродуйка, ни инфракрасный обогреватель. Мы можем только какими-то своими вручном режиме манипуляциями спасти томаты. Я говорю о тех томатах, которые занести уже нельзя, которые высажены, как их спасти? Но перед этим хочу показать вам... Вот сейчас я в предыдущем видео говорила, что, несмотря на то, что у нас холодно на улице, я все-таки вот эти вот открываю пленки, открываю вот эти, включила инфракрасный обогреватель, пока есть электричество. Зачем? Затем, чтобы просушить томаты. Смотрите, что с ними происходит. Вы видите, они все вот в капельках вот этих росы. Она холодная такая. Но это, конечно, не роса, это конденсат, который образовывается за счет того, что там у них тепло, а за пределами вот этого тоннеля очень холодно. И вот эта разница температур, она все-таки дает вот такой вот результат. И я сейчас хочу их высушить, просушить, потому что это очень нехорошо, когда они вот такие вот все мокрые там стоят, еще тем более закрыты целлофановой пленкой. Это может плохо сказаться. Сырость это вообще для томатов плохо, когда на листьях. Но я сейчас буду говорить не о капельках об этих, а об сохранении тепла. Вот смотрите, у меня тоже много раз бывали ситуации, когда во время ураганов, штурмов таких, ну просто отключалось электричество, и все. И мы поставлены перед фактом. Что делать? Да ничего не сделаешь. Или томаты замерзнут к утру, или не замерзнут. Вот это хорошо у кого-то есть, например, печка, буржуйка, он может потопить. А большинство ведь нас просто надеются на электронагревательные, вот эти всякие, на колориферы, на ветродуйки, на инфракрасники. Вот представьте, что их нет. Что делать? Я уже говорила про эти свечи, что свечи у нас существуют всю жизнь. Мы всегда о них знали. Но пока я в интернете не увидела, тоже вот такой совет добрых людей, что можно спасти во время заморозков томаты свечами, я их никогда не применяла. Но использовав один раз, я поняла, что это действительно способ работает. Самый простейший, самый дешевый. Но, конечно, для этого томаты должны быть укрыты. В прошлом году я использовала в тоннелях, когда для выращивания рассады на продажу, когда снегом нас завалило. Один раз я выращивала, использовала их в теплице. Когда у меня рассада стояла в лотках, вот так полная теплица, но их было столько много, что нереально было перетащить домой, их просто некуда было ставить. В теплице они были без дуг, без укрытий. И там, конечно, они на самой грани находились, все это. Но все равно хватило, знаете, скольких свечей? 8 свечей я расставила в разные концы теплицы. В начале две с одной стороны, две с другой. Две с одной, две с другой. Но тут нужно следить. Я их зажгла. И через 5-6 часов нужно пойти поменять. И у нас еще сейчас такие свечи. Производители обманывают. Некоторые свечи догорают до половины и гаснут. Потом, когда мы их разрезали, расковыряли, оказалось, что в свечах вложен фитиль не полный, а только в верхнюю часть. А вторая часть нижняя вообще без фитиля. Когда вы будете покупать свечи, посмотрите на ее жопку. Не только на носик, где вот фитиль торчит, но и на жопку. Если там не видно фитиля, то, скорее всего, за ней нужно следить тщательно. Она до половины догорит и все. А там останется один парафин. Даже если фитиль полностью вложен, свеча может просто так затухнуть. Просто сейчас, мне кажется, некачественные делают свечи. И через 5 часов вам нужно проверить. Некоторые свечи, почему-то одинаковые свечи горят по-разному. Некоторые свечи могут за это время вообще прогореть и кончатся. Короче, останется только вот на блюдце лужится парафина. А некоторые свечи горят медленно всю ночь. Поэтому за ними нужен очень такой тщательный контроль. Но не тщательно. Один раз в ночь вам нужно встать и пойти поменять. Те, которые прогорели, поставить новые. Мы вот покупали 2 упаковки по десятку. 2 десятка свечей. 2 ночи морозных. Целую теплицу без электричества я грела свечами. В прошлом году также было в тоннеле. Тоннель 8-метровый. Ну, тут я ночью не ходила. Потому что там маленький объем вот такой тоннель. Вы понимаете, маленький объем воздуха. Или согреть целую теплицу вот такую. Или маленький объем. Я в начале теплицы ставила 2 свечки. И в конце 2 свечки. Так как этот термостоннель торец закутывала. Больше нигде тепло не выходило. И вот этих 4 свечей, пусть они даже там прогорели в полночи. То тепло, которое они дали, хватило на весь этот термостоннель. Это я говорю для чего. Для того, что сейчас у многих возникнет угроза заморозков. И угроза потери вот всей этой рассады, над которой мы уже месяц, кто-то месяц, кто-то два месяца трудился. Можно все это потерять. Но можно все это сохранить, применив вот такие самые простейшие средства. Еще мы один раз делали эту масляную, ну как в консервную банку. Наливаешь масло, туда фитилек, тряпочку и зажигаешь. И вот как раньше эти партизаны в землянках, вот эти жировухи делали, свечи-жировухи. Вот можно сделать такую. Главное, чтобы был огонек. Но у нас не получилось, то ли масло плохое, то ли что. Она тухла и тухла у нас постоянно. Жира натурального у нас не было. Мы просто растительное масло налили. Что-то у нас не получилось. Мне больше понравились свечи. Не нужно мудрствовать. Купить просто в магазине, поставить четыре свечи вот в такой тоннель. И вот такой восьмиметровый тоннель, как у меня вот этот вот. Если сейчас, у меня свечи уже лежат. Если сейчас, сегодня отключат свет. У меня здесь не будет ни снизу подогрева, ни инфракрасного обогревателя. Я буду спасаться свечами. И вам даю совет, не отчаивайтесь. Всегда есть выход из любой ситуации. Даже если будет холодно. Ну, конечно, придется потратить ночь. Можно менять эти свечи. Можно даже где-то почаще их расставить, если вы боитесь большой мороз. Но свечки – это выход. Все, надеюсь, я кому-то помогу. Я до сих пор благодарю того человека. Я уже, конечно, не помню, чья это была статья. Кто поделился своим опытом, что он свечами спасает. Во время вот таких вот экстренных ситуаций. Но мне два раза в жизни этот метод помог. Все, до свидания. Извините, забыла добавить. Если сохранить хотите вот в тоннелях тепло, то присутствие, наличие целлофановой пленки обязательно, когда свечи будете зажигать. Потому что один вот этот, он же пористый этот материал, он пропускает в воздухопроницаемый, тепло улетучится. Только вот такая пленка сохранит все это как купол. Вот в этом куполе все. Ну и в продолжение темы хочу вставить вот такой небольшой кусок прошлогоднего видео о том, как я реально спасла свои вот эти посадки в тоннелях при минусовой температуре в открытом грунте четырьмя свечами. У нас настоящая новогодняя погода, такие хлопья снега, красивые-красивые. Даже не верится, что где-то там в глубине живут растения, сидят и молятся Богу о хорошей погоде. Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 27 апреля. Хочу показать вам свое сказочное подземелье. Это очередная серия нашего огородного сериала. Смотрите, я сейчас открыла торец вот у своих тоннелей, чтобы заменить свечки. Я уже сегодня говорила, что к нам пришло похолодание, ночью было минус один, сейчас ноль и идет пара за рта. Видите? Я не знаю, видно вам или нет, но это значит, что очень холодно. Вчера в ночь мне пришлось, я говорю, давно не жгла свечи, но это тоже действенный метод, вот какие народные средства, когда уже ничего невозможно придумать. Тут естественно, что нет электроэнергии. Вчера я зажигала свечи, вот сегодня утром пришла, все они прогорели, я решила поставить еще одни и решила сегодня положить вот сюда термометр. Завтра утром приду и посмотрю, какая температура здесь в тоннеле. Сейчас он показывает 4 или 5 градусов, если свечи будут удерживать 4-5 градусов тепла, то это будет нормально. Но если посмотреть на растения, вот два дня они здесь сидят, и как бы я бы не сказала, что их прям, ну сильно им холодно, если бы, конечно, было померзание, они бы уже цвет изменили бы. Возможно, потом, когда выйдет солнце, вот эти листья, с которыми они сейчас здесь высажены, они пожелтеют со временем и отпадут. Но мне главное, чтобы сохранилась корневая система, листья нарастут, можно сказать, тут это очередное для них закаливание, все сорта сибирские. И вот я сказала сегодня утром уже, что у вас есть прекрасная возможность понаблюдать вот за моими тоннелями, посмотреть, как в экстремальных условиях ведут себя эти сибирские сорта. Но каждый год кончалось у нас всегда все благополучно, надеюсь, и нынче все обойдется. Но вот свечки поставить пришлось, потому что в этом году я не успела прикопать тоннель. А сейчас не могу, потому что идет дождь, идет снег. Но вернее, у нас как-то дождь со снегом, и мокро, слякоть. И вот сделалась вот эта жижа, что прикопка невозможна. Будем пока свечками спасаться. Ничего, мы не унываем. Видите, как бодрячком стоим. Все прекрасно. Завтра еще одну серию вам покажу. Если ничего не случится, то картина будет такая же. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Огородная Санта-Барбара продолжается. Это второй холодный день в тоннелях. Пока что все нормально. Субтитры создавал DimaTorzok